О, больной, вы уже очнулись? Это просто прекрасно. Что? Кто вы? Где мой врач? Не переживайте, теперь за вами буду присматривать я, сестра Кин. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами Кин, и как ваше самочувствие? Сестра Рэдчат. Начинается наша история со зверского убийства четырех священников, поимки маньяка и помещения его в психиатрическую больницу. В эту же больницу, идя по головам и не жалея никого, устраивается бывший военный медик, сестра Милдред Рэдчат. Милдред сразу наводит шороху в больнице и становится фавориткой главврача. Но, как можно понять, Милдред далеко не ангел, и для достижения своих целей она пойдет на все. И парочка сломанных жизней для нее это так, пустяк. Да и отнять жизни, если того требует план, также не составит труда. А вот какой у нее план, и как связаны Милдред и маньяк, вы узнаете в сериале. Сестра Рэдчат. Данный сериал является приквелом фильма «Пролетая над гнездом кукушки». И если вы не смотрели, то этот фильм рассказывает о преступнике МакМёрфи, который, желая избежать тюрьмы, прикидывается психом и отправляется на обследование экспертизу в местную психбольницу, где балом правит старшая сестра Рэдчат. Рэдчат нельзя назвать каким-то безумным доктором-садистом. Она скорее эгоцентричная, стервозная, хладнокровная воспитанница системы. Идея которой не в том, чтобы излечить пациентов, а скорее запереть их в больнице, оградив от мира. При том, что эти пациенты не буйные маньяки, убийцы или насильники, а просто люди с какими-то отклонениями. И вместо того, чтобы найти к ним подход, их просто пичкают пилюлями. В их так называемом лечении есть просветы психоаналитики. Но в целом это сухое, поверхностное, ни к чему не приводящее общение с пациентами. МакМёрфи же, наоборот, пытается найти подход к каждому. И, скажем так, разбудить в них нормальность. Что, конечно же, не нравится Рэдчат, так как это идет против ее устоявшихся правил и принципов. Но, повторюсь, она не садистка. Она не издевается над больными себе на радость. И не хочет им навредить. Пока все идет по ее правилам. У нее есть свое видение того, как надо лечить людей. Пускай это видение ей не работает. Но даже если кто-то решит показать ей более действенные способы лечения, она, как очень эгоцентричный человек, не способна принять факт своей неправоты. И человек, показавший ей эти способы, сразу попадет в ее немилость. Пожалуй, не будем забегать дальше, так как я считаю, что этот фильм обязателен к просмотру. «Пролетай над гнездом кукушки» — это потрясающий душевный фильм. Разрывающий сердца. С великолепным актерским составом. Насыщенным сюжетом и глубокими персонажами. Не зря в свое время он урвал пять Оскаров. Один из которых достался Луизи Флетчер. Исполнительница роли Рэтчет. Плюс к этому на счету фильма есть пять золотых глобусов. Но вот смог ли сериал-приквел передать атмосферу этого чудесного фильма? Давайте разберемся. Поначалу я хотел плеваться на этот сериал и сказать, что все не то и все не так. Но потом понял, что сериал из-за некоторых факторов, о которых я расскажу чуть дальше, не подходит под атмосферу кукушки. Я бы даже сказал, они словно антиподы, связанные персонажем Рэтчет. Роль которой на этот раз досталась великолепной Саре Полсон. Но даже несмотря на разность подачи, я не назову Рэтчет плохим сериалом. Он хорош. Как самостоятельное произведение. То есть, по отдельности, фильм великолепен. Ну а сериал хорош. Но если попытаться смотреть сначала одно, а следом за ним другое, то это все равно, что с разбегу ударится об стену. Для начала, одним из факторов разницы можно назвать цвета. Если в фильме практически не было ярких цветов, то тут вы прыгаете в пачку Skittles, где все яркое и цветастое. Если смотреть сразу после фильма, то немного даже вырвиглазное. Также, особо не знаю зачем, но тут есть перепады освещения. В первый раз из-за которого я чуть не подумал, что у меня сел монитор. Скорее всего, это было сделано для отображения внутреннего состояния персонажа. Я лично думаю, что внутреннее состояние персонажа должен отыгрывать актер. Как это делал тот же Джек Николсон в фильме. И поначалу это бросалось в глаза, но потом как-то приелось. В сюжетном плане, думаю, это очевидно, также есть разница. Кукушка, как я уже говорил, душевный, спокойный фильм. Тут же постоянные интриги, заговоры, убийства, предательства. Снова же это неплохо, но отличается от восприятия фильма. К однозначным плюсам можно отнести, как бы это ни звучало, показ боли на экране. То есть, порой глядя на то же лечение, или просто некоторые моменты, мне становилось не по себе. Так, как будто показанное на экране правда. Вообще, как по мне, самые страшные ужасы, это не скримеры, пугалки или монстры, а показ чего-то реального. И с этим сериал справился отлично. Снова же в фильме, по факту, вы ничего такого не увидите. А вот к минусам я бы отнес отвлекание сериала на тему ЛГБТ. Хотя тут не совсем минус. Когда дело касалось пациентки с заболеванием любви к девушкам, и попыток ее от этого излечить, это смотрелось интересно. Но когда эта тема затрагивала Рэтчет, то это выглядело не больше, чем дешевые вбросы. Возможно, это было сделано для того, чтобы провести параллель между Милдред и пациентами. Но дело в том, что Милдред и без этого не самый адекватный человек. И параллелями между ней и пациентами можно хоть обмотаться. Как раз таки, возможно, именно потому, что Рэтчет по сериалу довольно насыщенный персонаж, тема ЛГБТ в ее жизни выглядела просто лишней. Как я уже говорил, я не против этой темы. Но никогда она делается такими неумелыми вбросами. Ну и, пожалуй, поговорим о центре сериала. Милдред Рэтчет. Сара Полсон довольно хорошо показала этого персонажа. Скажем так, добавила ей новых красок. Раскрыв ее прошлое, не перечеркнув будущее. Единственное, она дала именно что много насыщенности, которая со временем испарилась. Если судить, что кукушка по таймлайну будет дальше. То есть она и эгоцентрик, и манипулятор, и стратег, продумывающий свои ходы. И не боится замарать руки. Плюс к этому ее то возбуждают воспоминания от увиденной боли, то придуманные и довольно странные истории. А также иногда она может быть и сострадалицей. Проще сказать, если Рэтчет Сары Полсон переместить в кукушку, то она уже спустя пару выходок МакМерфи, сама или при помощи кого-нибудь убила бы его. Возможно, с возрастом ее пыл поубавился, но пока что лично для меня это перенасыщенный деталями перс. Хотя оставь ей только хладнокровность и стратегию, и уже было бы достаточно. А так, пытаясь понять ее характер, мозг через ухо вытекает. В кукушке Рэтчет была проще, но и воспринималась она серьезнее. Ну и моя личная придирка, что за Лана Банана с ее платьями? В фильме есть два момента, где она приходит на работу в верхней одежде, и всегда это черное пальто. Наверное, это был намек на то, что что-то яркое, цветастое ей неинтересно. В общем, итог. Сестра Рэтчет – это неплохой сериал. С закрученным сюжетом, тайными и интригами. Как со своими плюсами, так и со своими недостатками. Сара Полсон в роли Рэтчет просто шикарна. И хоть для меня персонаж перегружен деталями, но все же за его поведением и действиями интересно наблюдать. Пролетая над гнездом кукушки, я считаю просто потрясающим фильмом. Но в связке с друг другом они не работают. Слишком уж разная атмосфера и подача происходящего. Хотя все равно после просмотра сериала на Рэтчет в кукушке смотришь немного другими глазами. Но дабы более трезво взглянуть на ситуацию, для начала я рекомендую ознакомиться с фильмом. А потом уже, если будет желание, смотреть сериал. Вообще можно понять, почему выбор пал именно на жизнь Рэтчет. И дело даже не в современных трендах, а в том, что про ее прошлое практически ничего не известно. И пихуй ты туда, что хочешь. Но все же мне было бы интересно взглянуть на жизнь другого персонажа. И я говорю про вождя. Что он, как и почему. Ну, думаю, если посмотрите фильм, то поймете, о чем я. Кстати, да, забыл упомянуть. У сериала еще красивое интро. Сестра Рэтчет. Ну, а на этом у нас все. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Иначе Рэтчет придет за вами. Обязательно пишите в комментариях, будете смотреть сериал. Или все же это не для вас. Также пишите, как вам фильм, если вы его смотрели. Ну, а в описании для вас я оставлю ссылку на просмотр сериала. А также ссылки для вашей поддержки канала. И ссылки на мой инстаграм и группу ВК. В которой мы иногда вместе что-нибудь смотрим. Также, если захотите поддержать канал, то в этой группе вы можете приобрести прикольные стикеры. Ну, а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока. Чего вы хотите? Вашу работу. И поскольку вакансий нет, я вынуждена сама создать для себя место.